Очень много поступает жалоб от жителей города, что плохо работает ночное освещение. Вот решили сегодня сделать рейд, проехать своими глазами и увидеть, как в действительности обстоят дела. Внеплановая ночная прогулка по Ульяновску. Цель – посмотреть, как на самом деле работают уличные фонари. Претензий от самих горожан несколько. Либо совсем нет света, либо фонари постоянно мигают. В Горсвете пояснили, что происходит это от того, что при замене оборудования автоматы не выдерживают. Причина – повреждение проводов и устаревшее оборудование. Проблему обещают решить по завершении всех работ по модернизации освещения. А пока жители вынуждены ходить с фонариком. К примеру, улица Докучаева в северной части города никак не освещается. Находимся сейчас как раз на улице Докучаева. Рядом высшее учебное заведение, политех, остановка общественного транспорта. И, как мы видим, даже не то, что какие-то точечные проблемы, а не горит целый участок дороги. Да вообще темень, ничего не видно. Обратили внимание и на темень во дворах. Об этом глава региона указал на штабе по комплексному развитию региона. Ну, хочу сказать, что ситуация улучшилась, но ненамного. Есть еще улицы абсолютно темные. Например, улица Докучаева в районе государственного нашего технического университета. Остановка не освещена. Вы аудит проводили вообще управленческих команд? Одной из причин медленной реакции на обращение граждан стали противоречия между руководителями муниципальных Ульгеса и Горсвета по зонам разграничения ответственности. Губернатор поручил ликвидировать противоречия путем объединения предприятий. Ульгес и Горсвет вновь станут единой организацией. В городской администрации отметили, что на данный момент утверждается дорожная карта, а руководители предприятий проходят аттестацию. Также по обращению депутатов регионального парламента ситуацией уже занимаются надзорные органы.